приветствую вас дорогие друзья на ваших экранах фармер симулятор 19 карта бурлаки и небольшой отчета проделанной работе как обычно в самом начале значит после того как мы с вами убрали 5 второе поле по моему про второе вам тоже говорил что я взял контракт я решил еще немножко по заработать потому что денег было немного как вы помните я взял контракт на 37 поле на 37 поле мы с ребятами сидели до 4 утра в общем убрали заработали но денег на самом деле не очень много но но все-таки это был плюс такой значительный плюс как вы помните мы заканчивали там в районе 10 миллионов рублей сейчас у нас по моему 21 но я хотел вас спросить подскажите в комментариях может быть кто-то в курсе может быть кто-то с этим сталкивался может быть есть какой-то конкретный мод техника у меня стала ехать ну то есть ехать ползти вот если присмотреться к этому урал вы увидите что он потихонечку потихонечку вперед сползать то есть он был наравне вот с техничкой сейчас он уехал вот вот и продолжает ползти потихоньку вперед но это есть вы знаете есть не знаете значит будем как с этим бороться будем представлять что кто-то хотел покататься ночью но он далеко не смог уехать вот из того что у нас появилась у нас появился еще вот такой бычок он мне был нужен для того чтобы выполнять тоже некоторые контракты он уже себя купил вполне возможно что даже немножко в плюс у него есть система автопогрузки и я на нем в основном выполнял контракты по перевозке по перевозке да ну и на этом . все а вот перевозка из точки авто в точку b быстренько загружаем перевозим зарабатываем сейчас к сожалению таких контрактов нет они ну не очень так скажем большие суммы дают но они выполняются очень быстро на этой машине и вот она себя купила там за 2 замен за 3 уходки вот больше пока я никакие контракты не брал потому что это либо либо какие-то очень большие поля и мы там на нашей технике будем работать я не знаю наверно пожизненно какое-то рабство вот возможно я потом возьму 23 24 поле если опять же у меня будет много свободного времени потому что там сидеть надо реально реальных несколько часов а то и полдня потому что вот 37 я серьезно целый день просидел вот с убирая 5 2 потом 37 это заняло у меня реальный один день поле еще больше здесь поля еще больше поэтому возможно я возьму там еще в аренду еще комбайн и еще может быть машину хотя у нас пошли есть может прицеп какой-то и попробую их убрать но это возможно возможно и нет по нашим деньгах мы вполне возможно себе купим 5 поле если у нас уборочная пройдет сейчас все нормально но сейчас мы займемся немного не этим давайте урал поставим на место и посмотрим потом на какое расстояние у нас опять уедет ну то есть вот проблема вот с этим уралом уралом который у нас тягач и он тоже катится не знаю что случилось вроде бы в начале ничего подобного не было пойдем сейчас пройдемся потихонечку посмотрим я здесь нарисовал немного маршрутов поэтому двери все открыты там у нас заезд тоже в рем-зону тут у нас что у нас по-моему тут ничего не прибавилось да здесь у нас хтз . это наши кормильцы все грязные потому что пока мойку не покупал не могу придумать где поставить и в общем то денег на это нет ну будем постепенно постепенно конечно как заработаем обязательно поставим может быть даже автоматическую мойку в общем что-нибудь придумаем но сейчас мы будем заниматься не этим мы сейчас займемся тем что опять поедем в сельхоз технику и будем покупать новые новые оборудование возьмем хтз . мы на ней естественно поедем мы отправим самостоятельно сами переместимся в магазин и там начнем закупаться так я вот только думаю точно ничего с собой больше не нужно нет больше вроде бы ничего не нужно не знаю зачем хтз . но на всякий случай я думаю что она там пригодится поэтому зачем я выключил то вот и в общем сейчас разберемся разберемся сельхоз техника ты пока езжай потихонечку вот мы переключаемся так это бычок это вот что я решил вот с этим прицепом решил что мы наверное его продадим потому что ну вот то вы помните да то есть техника с него скатывается на ней на этом прицепе очень мало чего можно отвести поэтому мы возьмем еще один наверное вот тральные прицепы и будем перевозить спокойно технику здесь у нас никаких проблем с тральным не возникает поэтому и я думаю что камазик его потянет спокойно поэтому возьмем еще один такой прицеп и будем спокойно уже перевозить не думая о том что что-то свалится что-то мы не довезем и так далее значит продаем это дело не будем ничего чинить потому что ну кто то знает кто уже пробовал то есть разницы никакой нет абсолютно что мы починим там сейчас пару копеечек потратим что что мы не будем чинить и сразу продадим то есть примерная цена одна и та же так 26 миллионов у нас есть на данный момент но нам сейчас достаточно много еще чего покупать вот видите к вывернула как прицепу у кразика вот 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 так вот все и происходит да не знаю почему это случилось есть сейчас посмотрим да вот видите прицеп ползет ну то есть если очень хорошо присмотреться даже не знаю как вам показательным так будет вот получше вот на с левой стороны на экране вы будете видеть как как перемещается сам прицеп в общем-то это не очень приятно я вполне возможно это даже не прицеп финновато какая-то какая-то техника которую я поставил и вот сейчас уже не помню об этом на самом деле скачиваю достаточно много ну тут сейчас подбираю для нашего прохождения что-то что-то интересное что-то что-то полезное вот и все это конечно может давать какие-то сбои непроверенные так и пока пока заводимся и потом там заводится тарахтит мы с вами переходим магазин и для того чтобы купить значит нам нужны селки нам нужны селки я тоже нашел как я говорил мы будем стараться стараться играть на советской технике поэтому вот накачал сначала и таких и таких и всяких и пока не хочу больше трактора покупать я говорил что мы с вами купим кировец мы обязательно купим но чуть попозже вот мне понравился кузбасс но не знаю вот была мысль купить вот такие две штуки да он уже и семенами с удобрениями кстати говоря семенах я поставил еще мод на реальный расход семян зависимости от того что мы сажаем не знаю как это будет работать посмотрим посмотрим потому что ну вот хоть какое-то разнообразие да мне кажется будет интересно вот хотел я сначала в общем-то кузбасс и мне он нравится и внешне и мне нравятся вот такие сборные да то есть отдельный культиватор там селка и вот такой бункер это вообще очень классно и я бы наверное их купил бы если бы ни одно но у нас техники вот здесь техники пока такой нет который может таскать 260 здесь лошадей здесь 300 лошадей здесь вообще 350 да и полей честно говоря у нас таких нет потом у меня была вот такая сет и зажко с извините вот но у нее объем бункера шестьсот шестьдесят пять плюс это делится на семена и удобрения и ну честно говоря это очень мало потому что потому что кончается все с очень большой скоростью я нашел вот сажку 5 и 4 требуем мощность 80 лошадиных сил то есть наши два наши две гусянки потянут это естественно огромный плюс потому что нам не придется покупать куть дополнительную технику так возьмем мы два естественно потому что у нас потому что у нас два трактора одну синенькую да ну пусть будет одна синенькая в таком исполнении хотя вот я бы цвет бункера может быть даже поменял бы вот нравится так тоже не нравится ладно пусть будет вот какой он есть хотя вот здесь цвет какой-то белый он прям совсем замыленный и не хватает конечно черного цвета потому что вот ручки было бы прикольно именно какого-то там не знаю черного цвета ладно покупаем посмотрим как они будут работать хотя может быть даже стоило для начала купить зачем я вышел сначала может быть стоило купить бы чтобы все это делал попробовать как это работает и потом уже принять решение так здесь все красное давайте вот так все красный вода будет все красного 1 все синие почему почему бы нет а и почему еще именно эти сажки потому что их можно таскать то есть тракторами будет намного проще это делать так мы это тоже покупаем с вами так купить 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 на купить а вот что еще что еще нам нужно обязательно с вами удобрял к удобрял к удобрял к нам нужно удобрял к возьмем мы наверное я тоже смотрел смотрел наверное в ушку мы вот эту возьмем сделаем ее на 1200 поля у нас небольшие поэтому я надеюсь что и хватит плюс у нее и нужно мощность всего 50 лошадиных сил то есть наш наш юмзик на тонких колесиках как раз будет для нее как раз тоже покупаем так это мы купили 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 и самое главное это самое главное что я сейчас забыл я сейчас забыл сейчас я вам покажу самое главное нам нужны культиваторы поля мы с вами проплужили но после этого нужна культива культивация да я смотрел сначала вот на этот он огромный все очень классно работает но слишком выглядит слишком большим для наших гусянок и поэтому я решил что ну давайте как то не знаю ну хотя бы частично быть к реальности да поэтому мы возьмем с вами хотя вот два пятиметровых здесь один девятиметровый да и можно было бы то есть на двух наших двух тракторах то есть в общую площадь получается которые за раз они проходили бы это было 18 метров но мы возьмем пятиметровые два пятиметровых 10 метров я думаю что этого будет надеюсь на наши поля будет достаточно покупаем и покупаем то есть все у нас по два потому что у нас два трактора и такая сколько даже проект не посмотрел 28 нет ну вот 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 я думаю что как раз спускаемся так и пока мы стояли опять прицепить и развернула немножко сейчас мы каким-то это все образом отправим отправим к нам ну и опять же вот на них будет легко вот вот технику вот так все перегнать и вот хотя я хотел спросить делать у нас пропалов это за но он приехал оказывается на вот и потихонечку будем даже тоже все отправлять на базу потому что мы сейчас начнем уже с вами работать так и у нас сразу отправляешься потому что или тут ждать ничего да так я не помню поставил я трактор там и поставил так давайте сразу надеюсь надеюсь я ничего не забыл надеюсь сейчас мы будем по походу прям разбираться по как-то соображать сейчас он отвезет сразу на поле да а мы с вами дальше здесь займемся покупками так ты у нас едешь какой у нас там поле было четвертое по моему четвертое поле все все погнал красавица молодец так это поехало у нас что у нас дальше что у нас дальше нам надо еще носилки сейчас пока ждут хотя мы тоже сейчас отправим так для камаза для камаза мы хотели с вами еще один прицеп до купить для камаза покупаем еще один прицеп ты у нас будешь не такого цвета для разнообразия да ты у нас будешь предположим так заднее крепление так где же у нас тут вот широкой платформой красный или оранжевую такой да кстати можно оранжевый взять и поменяться с уралом и будет мне кажется неплохо или красный взять почему бы нет красный тоже издалека видно очень классно и я не помню какие вот они в жизни были я я помню что какие-то были оранжевые ноут не такие яркие конечно пусть будет яркий ладно пусть будет яркий издалека будет видно уже хорошо так камаз 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 давайте камаз что у нас повезет камаз а камаз сейчас у нас знаете что он поедет возьмет наверно еще одну хтз шичко а вот с ней с ней заберет пуг и мы с вами будем выставлять всю эту технику а тем временем мы здесь по моему все что нам нужно купили юмзика 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 нам бы юмзика еще отправить серис с удобрялкой ну ладно его потом заберу принципе тут никаких проблем нет так ты у нас давай а ты у нас поедешь на 4 поля ты у нас поедешь у нас въезд ртм так надеюсь ты там везде пролезешь потому что маршрут и описал на маленьком то есть на машинах без прицепа поэтому надеюсь он там нигде не застрянет так теперь нам надо забрать наши силки но перед этим естественно их заправить вот покупаем заодно с вами большие мешки нам нужны удобрения и нам нужны сухие удобрения так я не знаю только сколько по тысячи да вот у меня забыл мод какой то есть который больше можно сразу брать по моему большими почему не называются большие мешки когда они вот маленькие абсолютно не знаю так поддона семена и вот 200 кстати можно поддона купить и а здесь нет 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 здесь тоже нельзя и и и и и и и так 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 у нас там что-то в минус или в плюс пошло но сейчас пока не до этого так 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 сухие удобрения да не знаю то есть а здесь сколько тоже по 2000 до я даже не знаю как правильно поступить ребят давайте все-таки наверное из предыдущей категории все купим я я ну вот не знаю что так покупаем если что мы вот как раз на бычке отсюда заберем 23 возможно хватит и сухие удобрения сухих удобрений мне кажется нам меньше надо потому что селки всего там влазит полторы полторы тысячи поэтому общая общая у них объем будет меньше так это завершить когда поехали хватит там прогреваться так забираем как у нас как-то интересно стали сил кидал не очень удобно их цеплять было бы так зацепляемся надеюсь это зашка сможете подцепить может быть зря пригнал может все отлично при надо заправить надеюсь таком положении она может заправляться сейчас семенами вначале ну да она вот реагирует уже так семенами сколько у нее семян влазит так семян ровно тысячу да то есть один мешок у нас будет лишний и удобрение а вот удобрение маловато ребят но я боюсь что на поле не хватит так ладно ладно сейчас будем разбираться и у нас у тебя скорость небольшая поэтому так первый водитель прибыл это хорошо и у нас едешь тоже на въезд к ртм погнал и юмзика мы сейчас тоже наверное также отправим они потихонечку там свои 25 километров в час а потом с юмзиком я думаю что его на тралле притачу чтоб это все было быстрее и заберу уже удобрялку я думаю что так будет поинтересней чем кататься вот потихонечку совсем отлично и техники как я говорил у нас все больше и больше заполняем нас один мешочек останется но это не страшно мы его потом с вами тоже как я уже сказал на бычки отправим он но он благополучно прибудет к нам куда-нибудь на базу так отчеты почему-то у нас удобрениями теперь не хочешь заполняться с предыдущим прицепом прицепом то есть с предыдущей селки проблем не было а что здесь ты не так не понял так давай 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 дружище время идет все начал все хорошо юмзик все у нас тоже отправляется тоже на объезд ртм там их потом поймаем и уже с ними разберемся все ребят мы отправляемся оставлю на паузу там я их встречу и мы с вами уже встретимся на поле так ребята у нас приехал урал и пока он стоит вот я смотрю у него опять прицеп немного едет и не очень приятно за за время которое мы провели в магазине это совсем короткий промежуток посмотрите вот еще один ураут у нас который просто это гаража он опять уехал вперед я прям вот шоке если если вы можете помочь подсказать какой из модов может давать вот такой эффект подскажите пожалуйста потому что вся остальная техника стоит на местах и прощаться с уралом мне как-то не хочется ну и поправлять его постоянно тоже желание особого нет единственный кэш вариант поставить его в конь гараж и упереть морды может быть это как-то поможет но вот судя по по тралу да у него и прицепа уходит в сторону поэтому поэтому здесь это не поможет так ладно давайте а мы остановимся на культивацию мы сейчас по быстренькому с вами наверное закультивируем наше третье поле она совсем маленькая а вот посмотрим как это работает и после этого отправим а мы даже наверное знаете что нет не знаете я толком не знаю поэтому сейчас будем в общем думать я хотел сказать что мы на один отправим пока трактор но нет я я знаю как я поступлю у нас же смещение уже с вами стоит поэтому мы сейчас с вами пока болгаря поставим а вот пусть он пусть он у нас начинает работать как-то я даже не знаю вот предположим отсюда мы сейчас сейчас у нас естественно сделаем это о курс-плеер подтормаживания поздний вечер и ну как поздний вечер уже глубокая ночь конечно а вот и потом мы с вами будем думать уже дальше как нам поступать так давайте является маршрута так третий текущее положение поворотная полоса 1 совместно работающих 2 2 и 9 до как-то 2 и 9 подождите на же рабочая ширина по идее на этом плуге было написано 5 метров чуть нас где все время обманывают с вами как-то 2 и 9 подождите давайте еще раз не 2 и 9 конечно абсолютно не устраивает 2 и 9 это мы будем с вами до утра тут так давайте так 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 стоп стоп магазин нас обманули что ли я я я вот вам сказал что пулк тот слишком большой ну если у этого полу у этого полуга такая маленькая где у нас я я с расстройства культиватора у этого культиватора такая такая такой маленький захват здесь 9 метров и я им работал он вроде определялся как 9 вот это подозрительно на самом деле а у этого написано 5 или я не тот купил или я купил трехметровый подождите на гараж быстренько быстренько нет пятиметровый мы купили все правильно у ребят ну я не я не знаю что сказать давайте попробуем сейчас еще знаете что с вами попробуем мы попробуем 3 генерация поставить все таки 5 там не знаю 4 9 посмотрим как это будет работать потому что 2 и 3 3 3 метра меня абсолютно не устраивает генерация назад и или для эксперимента поставить его 1 и тогда мы увидим да давайте так и сделаем сейчас тогда маршрут еще раз генерация только здесь поставим совместно работающих орудий 1 генерировать я думаю что да и эти два прохода тогда вот ну да тут он долго будет конечно работать но нам это для эксперимента мы сейчас с вами посмотрим а вот и сейчас нам тогда будет ему убирать смещение рабочая ширина 49 сейчас уберем у него тогда смещение так где все было ты елки-палки нет и смещение 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 у него сразу убралось да ну давайте посмотрим так где у тебя начальная точка выпускаем сейчас посмотрим сейчас посмотрим ребят я надеюсь все таки все таки у него 5 метровый пул потому что ну просто совсем не хочется верить в то что этот пулк намного меньше здесь мы с вами все в прошлый раз покрыли известью и нам останется у час при посадке он один раз удобрит потом нам нам кстати еще нужно будет с вами для пестицидов же что-то или пестициды или мы с вами купим как же он господи называется это елки-палки вот полольник полольник купим и будем следить за тем когда у нас вырастут сырники давайте ладно когда он поедет на второй круг я включусь мы с вами посмотрим сколько все-таки метров у нас пулка и тогда поймем как нам дальше строить маршрут так ну и хорошая новость хорошие новости с полей как пулку на все-таки 5 метровый как видите я поставил 4 9 и он прекрасно то есть он он все у нас ровненько смотрите как проходит ничего не оставляет это идет по краю предыдущего я думаю что то есть я поставил 4 9 я думаю что он все-таки 5 метровым можно смело ставить 5 и будьте нормально не на следующем поле так и выставим вот посмотрим они вдвоем будет работать с пропусков совсем не будет на все замечательно если будет маленький пропуск значит будем ставить еще раз 4 9 хотя не хотелось бы возможно есть его это увижу я тогда тогда еще раз их перезапущен в общем-то пока все прекрасно дальше продолжаем культивировать это поле и еще дождемся технику и здесь уже начнем посевную потихонечку сажать я думаю что ты раз на на пшеницу бы в общем я сейчас чтобы тоже не затягивать наверное я наверное сейчас нажму на паузу пусть он дальше здесь культивирует а вот и потом потом наверное они вдвоем у нас здесь начнут сеять или для одного здесь тоже поставить поле достаточно маленькая хотя селками они ходят намного намного медленнее в общем-то ладно сейчас под посмотрим или или давайте на следующей серии давайте на следующей серии уже посевную оставим сейчас последние минуты насладимся как у нас входит наш волгарь посмотрим не оставляет ли он пропусков а в следующей в следующей части мы с вами запустим уже посевную а я подумаю о том так а зачем-то два раза вот по как интересно здесь вы видели да он в эту сторону прокатился другую как-то это странно сейчас еще раз посмотрим вот начнем посевную и я вообще думаю как бы заработать ребят потому что такими темпами это очень-очень медленно и и поля здесь достаточно большие вот самые начальные которые нам дали они на нашей технике мы выполняем это долго но это интересно да мне интересно пользоваться советские советской техника она небольшая я по-моему 15 фермы не играл на советской технике ну то есть как бы были какие-то попытки у нас там на золотом колосе по моему и еще на по-моему на счетку этой карте но все это быстро заканчивалась и здесь я вот уже сел окончательно и мне кажется очень даже неплохо получается вот это долго да но но интересно но интересно это та техника как которую я сам видел в жизни которая видел как работает сам в некоторых и тракторах и машинах сидел поэтому это как-то близко вот ну и местных бурлаков располагает к такой технике мне кажется естественно хочется большую технику но на большой технике мне кажется мы с вами наигрались уже достаточно много и практически на всех картах а здесь мы не то что прям отыгрываем какой-то рп но но приятненько проводим время и именно вот на небольшой такой технике ладно спасибо всем огромное кто меня смотрел спасибо за ваши комментарии лайки обязательно увидимся с вами в следующей части продолжим посевную продолжим начнем посевную наконец-то вот закупились в очередной раз оборудованием и маленькими шажочками двигаемся вперед всем спасибо и всем пока пока